Всем огромный привет! И сегодня мы поедем навстречу в Санта-Монику. И перед выходом хочу показать вам свой наряд. Вот такие черные тапочки, которые просто незаменимы в гардеробе. Я их ношу абсолютно по любому поводу. Джинсы. И такая кофточка. Простая. Но у нее есть нюанс. Бантик на плече. Это изюминка. И рюкзачок. И все. Все, пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok У нас тут экзотика есть. Даже дуриан и джекфрут. Я чувствую себя в Таиланде. Опять. Ты помогаешь мне? Настя, хорошо. Видишь, какой отпис? О, боже мой. Это выглядит очень прекрасно. Я предлагаю самодоставание. Кто будет поощрить? Единственный, единственный. Это в тарелке. Надо ножик какой-то просто. Ну или вилочку, что-нибудь. А вилочки есть? Нет, я не пробовала. Я не пробовала. Я не пробовала. Не пробовала. Миля, а как тебе? Манго прекрасный. Да какой манго? Джек и дуриан. Джек я ела. Ну, лук. Испорченный лук. Я постоянно ела дуриан 4 года назад в Таиланде. И сейчас попробую. Ой, какой кошмар. Что-то у меня не очень консистенция. Это на любителя, ребята. Дуриан это на любителя. Маленькую тарелочку. У нас тут каждый про себя рассказывает, кто откуда, кто что делает. Знаете, мне помогу. Может, мне больше не ешь? Да. Мне в детстве стало неприятно есть мясо, я от него отказался. Еще в будущем совсем маленький прийти. Ну, в возрасте, наверное, 10 лет. Когда уже начал препятствовать воле родителей, да, в конце концов стал тоже чувствовать вот эту вот энергию смерти. Ну, вау. Я думаю, ё-моё, куда я, что вообще происходит? Так, почему вообще питаться на так подобных видов? А к веганам, сыроедам я, на самом деле, как сектантов. Я стал эту информацию штудировать, что со мной вообще происходит. Смотрю, куда это двигается. Оказывается, я не одинок. Постепенно, постепенно перешел полностью на фронты. Вот с августа, того года я полностью на фронты. Очень хочется снова перейти на сыроедение. Именно, у меня еще близкий, хороший друг. Он снимал влоги, блоги, Рома Милованов, может, вы его знаете. А, в Кольце, куда приехаете на пару веган? Я стала вегетарианцем пять лет назад и сразу отказалась от всего и, то есть, стала веганом. В России? Да, в России, в Жигах, в Красноярске. У нас даже было вегетарианское кафе Рада. Мы постоянно туда ходили. Там все, постоянно ели. Но там всякая фигня. Знаете, всякая вегетарианская фигня, жарина. То есть, это не было здоровым питанием, тем не менее. Потом я переехала в Москву. В Москве тоже веганила. Все было нормально. И у меня даже был свой веганский бизнес. У меня была пекарня, которая занималась выпечкой веганских кексов. Потом мне все это надоело. Я поехала в Америку. И в Америке я начала есть рыбу. Начала есть... Велкам! Хотелось, знаете, вот этих вкусовых ощущений, вот этой жизни, всего-всего попробовать. Но мясо я все равно не ела. Я не хотела мясо есть точно. Да, никогда в жизни не хочу и не буду. И ребенок мой не ест и не будет ехать. А как вы? Никогда. А есть столько вегетарианских заменителей, что... А где вы берете белого? И какое-то время, то есть, уже будучи беременной, я все равно ела там рыбу, где-то сыр. И потом уже родила, уже сбросила вес после родов. И недавно вот нашла Настю, Аню. Вдохновившись ими, я решила обратно вернуться на веганство, на полное веганство. Именно на здоровое, хорошее, адекватное веганство. То есть, много фруктов, зелени, без всякой ерунды. То есть, это мое самое здоровое питание, которое у меня когда-либо было. И очень себя хорошо чувствую. Энергии очень много. И даже хватает, чтобы за ребенком следить и делать кучу дел. Я занялась бизнесом. А сейчас просто мама, плюс веду YouTube. И параллельно думаю еще, какой бизнес сделать здесь. Потому что сейчас появляется больше времени, появляется больше возможностей. Я бы свою веганскую ингредицию не принадлежала. Я думала об этом. Здесь бы это пошло больше, чем в Москве. Потому что в Москве это было очень тяжело. Потому что люди не понимают эту тему. Видите, я просто столько времени проводила на этой веганской кухне, что меня тошнит от этого. То есть, я сейчас вообще не люблю готовить. То есть, я люблю просто делать смузи. И я даже не готовлю практически. У меня тоже такое. Вообще не хочется ничего готовить. Да, готовила, готовила много, много, много. И потом ты, фу, блин, я ненавижу эту плиту. Духовка. Загори. А мы уже чутили, да? Он был вообще заядлым мясоедом. Мы ходили на свидание. Он заказывает ground pork, egg whites, double bacon fleas. В общем, ну просто жесть. Я сижу такая, ем там какой-нибудь салатик. Как я отношусь, если это твое здоровье, ты делаешь, что хочешь. То есть, я ему даже не говорила, что я вегетарианка. Потому что я поняла в России, что... Ну, когда жила в России, я поняла, что лучше никому не говорить. Иначе начинают вот этот... Ой, ты ничего не ешь, а ты там... А почему, а зачем весит? Да, это очень раздражает. Мой тогда еще будущий муж, видя, как я питаюсь, что я не пью ни алкоголь. Я ем все очень так... Детически все очень простое. Он тоже еще... Я помню, даже мы сидели, он ел курицу. И он сказал, что все, я больше никогда в жизни не буду есть мясо. Это было при мне. Это было буквально через месяц после нашего знакомства. А курицу доел, как маме? Он доел, и он сказал, что все, I'm done. Он сказал, что я больше не хочу есть мясо никогда. С тех пор он не ест, и сейчас он рыбу тоже не ест. И ребенок у меня никогда не ел мясо, никогда не ел рыбу, никогда не ел ничего такого. Он опьет обычное растительное молоко, и все хорошо. Расскажи, пожалуйста, за прививки. Прививки. Я, на самом деле, против. Лично я. Я себе никогда ничего не ставила. Только когда на грин карту надо было ставить прививки, мне пришлось... Вся моя семья, вся семья мужа, они за, и мне пришлось, как бы, ей поставить прививки. Если можно было бы только мне принять решение, я бы, конечно, не ставила. Была какая-то реакция после прививки. Ну, было такое, что у нее была температура один день. То есть было, да. Нам пришлось немножко раньше покинуть пикник, потому что Кендалл начала уже нервничать. Но, на самом деле, мы продержались два часа. Полуторалетний ребенок, два часа на пикнике. Это рекорд. Так что я уже благодарна даже этому. Ну, мы сейчас поедем, я позвонила Лорензу, он меня здесь заберет. Не то, чтобы проблема у меня была, но... Просто есть такое, знаете, когда у тебя нет единомышленников. И тебе хочется, чтобы были люди похожие со взглядами. И вот сегодня у меня появились единомышленники в Л.А. Потому что никто из моих друзей не поддерживает мои принципы Титания. И сегодня я попала в эту компанию. И это, на самом деле, очень круто, когда у тебя есть единомышленники, когда есть люди, которые питаются так же, так же смотрят на жизнь. Это очень вдохновляет. Конечно же, дружба строится не только на почве еды. У меня есть куча других друзей, с которыми мы общаемся просто потому, что мы как-то взаимодействуем. Но вот именно по теме еды, это просто первые люди, которых я встретила здесь, в Л.А. Это очень интересно было. Было очень интересно послушать, как ребята, как кто приехал сюда, сколько кто живет, по какой визе, сколько кто пришел на вегетарианство. В общем, это было прикольно. Мы ждем Лоренза. Лоренза, ты где? Лоренза. Ты меня не видишь? Да, я всегда тебя не видишь. Мне тоже? Да, я тебя тоже. Но я тебя больше не люблю. Я тебя больше не люблю. Я тебя больше не люблю. Да, мы будем вы домой быстрее. Кэндол, что происходит? Ты хочешь juice? Теперь помимо Whole Foods у меня появился еще один любимый супермаркет, он называется Erewhon. Я знаю, что это тяжело прочитать, такое название странное, но считается Erewhon. Здесь продается органическая еда, много всяких интересных штук. За что я люблю Erewhon, но в каком еще супермаркете мира будет играть Green Day в супермаркете. И здесь продаются сыреческие хумусы. Это мой самый любимый хумус из пророщенного мута. Берем номерок. Можно набрать еды, какую хочешь. Единственный минус моего любимого магазина это то, что он очень дорогой. То есть закупиться нормально там невозможно, потому что все очень дорого, поэтому мы берем там просто поужинать. Варанзе с его любимым напитком. Деликое. Деликое. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Это кофе с фрукзем. Да, с сахаром. Немного. Немного. Немного дает тебе губы. У тебя мозг болит? Да. Да. Ты еще хочешь свою машину? Но это все еще для продажи. Очень красиво. Очень красиво. Я хорошо. Деликое. 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 У меня достичь. Деликое. Деликое. Одна, декпа. Деликое. Вы рассматривали в Москву? Красивая sichrsать,условно муки. Кроме того, вы можетabilir nhữngINS. Е100-мliers. Выoccupите победуще. Месяц назад приехала сюда в Лос-Анджелес. Просто сама идея ходить в офис по одни и неделю для меня ужасна. Он вообще там где-то в ванной, и я поняла, это было землетрясение. Он такой на меня посмотрел, такой, а что? Ладно, я пошел.